МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА – Макс, да, хорошо. Личный бренд – это дело святое, тут лучше уже не вмешиваться. А поговорим мы сегодня о манипуляции сознанием людей в медиа, и даже не столько, скажем, в медиа, сколько уже даже в кинематографе и во всей вот этой вот прекрасной сфере. Ну, во-первых, кинематограф – искусство, мультипликация, о которой мы уже немножко говорили, тоже искусство, и оно направлено на то, чтобы манипулировать сознание. В чём проблема? – Проблема в том, что люди, когда смотрят кино, сериалы, они, как правило, не догадываются о том, что им зашивают определённые линии поведения. И моя задача сегодняшнего короткого такого выступления на замечательной этой программе – это повысить уровень критического мышления у человека, и чтобы он немножко по-другому посмотрел на привычные вещи. Я буду тебя иногда перебивать, просто да. Смотри, первый тезис – это вот глобальный вопрос, короткий ответ. Ты убеждён, что все сериалы, все художественные произведения, там кино, будем вот так, сериалы и кино, будем сузим рамки, обязательно что-то такое прошивают в нашем сознании, закладывают какие-то? Они просто нас развлекают, они просто рассказывают какую-то жутейскую историю. – Я бы разделил, вопрос очень хороший, я бы разделил задачу на два типа. Первый тип задачи – это задача автора, который создаёт некое произведение, пишет картину, музыку, песню, и он туда закладывает, как правило, какие-то социальные задачи. Поделиться, повысить моральное какое-то переживание, какой-то опыт. И второе – это когда надстройка над этим автором в виде государства, в виде какой-то программы, которая ему говорит, как что-то поменять, что-то добавить, и об этом сегодня буду рассказывать как раз. – Хорошо. Ладно, ты обещал сами инструменты этого манипулирования. Вот и давай, первый и самый главный, чтобы не упустить. – Самый часто встречающийся инструмент, который я сейчас вижу, это, к сожалению, не помню название, но смысл в том, что когда нам каждый день что-то транслируют, мы думаем, что это уже правда. По-моему, это придумал Геббельс, Йозеф Геббельс. – Ну, по крайней мере, он сформулировал. – Да, сформулировал, так сказать, продюсер Гитлера. У него, на самом деле, много этих тезисов было, я их сегодня буду цитировать, один из которых – это простая истина, которую нам транслируют каждый день. И где я это вижу? Возьмем сериалы, фильмы последних пяти лет, далеко ходить, не надо, например, Netflix, где нам пытаются продать идею того, что… Ну, первое, что я вижу, это, я называю, «Святая тройка». Это когда главный герой – это белый человек, темнокожий человек и азиат. Зачем они это делают? Ну, американцам это выгодно с какой точки зрения? Чтобы показать, во-первых, американскому населению, что мы… кто наши друзья, кто наши враги. – Мы едины, нам надо плавить котел. – Да, идея глобализма, да, да, да. И, естественно, русский язык, русский человек – это враг. Как правило, в фильмах, в сериалах у американцев. Вот это первое, это «Святая троица». Второе, что я вижу, это смешение, да, у них очень интересная такая фишка, что у них, как правило, есть либо белая женщина и темнокожий мужчина, ну, как пара, либо наоборот. То есть они таким образом… – Извини, что я понял, о чем ты говоришь, я, извини, я буду перебивать, но смотри, у нас есть другой пример, советский кинематограф, да, где, так сказать, непрерывно говорилось, что рабочие – это хорошо, пить – это плохо, так сказать, вот в семье можно страдать, но вообще-то вот в семье – это тоже хорошо, и что-то как-то не очень это работало. Вот ты утверждаешь, что, типа, вот мы показываем каждый раз, что там, типа, смешанный брак, там, и не знаю, вот это вот, это все, любые ценности, и это, типа, работает. Это прям действительно так работает? – Ну, если, например, другие примеры перевести, вот взять мультфильмы, да, я вот очень люблю смотреть мультфильмы, потому что американцы очень любят манипулировать уже с самого раннего детства, да. Вот если взять 15-20 лет назад и посмотреть арку, так называемого, сценария мультфильма, там, значит, есть принц на белом коне, который спасает принцессу, убивает дракона. То, что мы сейчас видим, можете это наблюдать во всех сериалах о мультфильмах для детей. Есть девушка-пацанка, которая сама убивает дракона, приходит к инфантильному молодому человеку, показывает ему мир, как надо жить, как надо бороться, берет на себя всю ответственность и сама ему предлагает, давай-ка будем вместе. Получается полный перевертыш, то есть образ мужчины очень феминизируется, то есть, получается, сидит дома там с ребенком, а женщина будет заниматься карьерой. Зачем это нужно? Это уже как бы другой вопрос, другой большой программы. Но вопрос все-таки был в том, ты уверен, веришь, что это работает, вот, вот, постоянно повторяемая, вот, насколько это прям действительно эффективная такая методика? Вот, по поводу твоего вопроса, когда нам что-то насаживать? Извини, просто мне кажется, что когда это каким-то образом ложится на потребность, да, вот, то есть, женщины хотят тоже там равноправие, неважно, да, вот, это будет работать, это может быть даже следование за тем, а когда мы хотим взять, условно говоря, вот это вот, так сказать, людей и доказать им, что вот, ну, я не знаю, что, так сказать, кони летают, и мы это все рассказываем, рассказываем, но никто не поверит в это. Вот можете почитать, есть такая теория Око-Навертона называется, вот, очень часто используется в политологии и достаточно популярна, в принципе, в интернете сейчас. Ее смысл в том, что этот же процесс, он не быстрый, сначала там несколько стадий. Например, вот у нас задача продать идею того, что ганнибализм – это хорошо в стране. Первое, что мы делаем, это говорим о том, что где-то там есть ганнибализм. Кан. Ну, например, там в Африке. Просто каннибализм. Каннибализм, да. Например, в Африке, да, там люди едят людей. Второй этап, мы говорим, что случай каннибализма зафиксирован уже в нашей стране. Третий этап – это когда мы говорим, что есть люди, которые поддерживают каннибализм, есть люди, которые против каннибализма. Ну, и, естественно, мы потом сталкиваем эти два лагеря на передаче «Пусть говорят». И таким образом мы расширяем зону комфорта человека. И раньше для него это было табу, а сейчас это стало его уже как бы частью его… Уже решение, да или нет, я понимаю, да. Поэтому здесь тоже процесс, он не быстрый. И, например, вот если с точки зрения влияния на Украину смотреть, я, конечно, не берусь точно делать выводы, но что я наблюдаю, что в течение определенной декады наслаивались определенные смыслы по поводу России, Украине, да, как бы, и это все наслаивалось с Запада через, опять же, СМИ, телеканалы, там, какие-то информационные каналы, и в том числе интернет, по большей части. Именно поэтому сейчас контролируют интернет очень жестко. То есть, вот там, пожалуйста, там, если почитаете про Фейсбук, ну, Трамп, далеко ходить не надо. Да, вот честно обсуждали это, да. Да, Трамп выиграл выборы, потому что он имел поддержку в Фейсбуке. То есть, там была компания, которая занялась его продвижением в Фейсбуке на определенные штаты. И когда запахло жареным, ему взяли, отрубили социальный актив. То есть, ему отрубили Твиттер, отрубили Телеграм, отрубили Фейсбук. Хорошо, Макс, по инструментам. Да, да, да. Настойчивое повторение, назовем это так. Дальше. Следующий инструмент – это смещение фокуса. То есть, когда нам… Вот есть какая-то важная вещь, на которую мы должны обратить внимание, а нам смещает фокус на неважную вещь. Это когда, например, в стране что-то происходит, и не хотят, чтобы люди об этом говорили, нам показывают что-то другое, смещая фокус на внимание на вот это что-то другое, делая это более важным. Надо целое мероприятие, да, поэтому… Да, 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 да. Туда же массовая поддержка. То есть, вот опять же, Геббельс об этом писал, что когда люди видят, что что-то массово поддерживается, даже если это фейково, то есть, например, толпы людей с транспарантами, у людей создается впечатление, что это что-то большое, что-то серьезное, и надо бы к этому примкнуть. Потому что это вызывает к нашему инстинкту самосохранения безопасности. Если мы понимаем, что это что-то большое, то это нас защитит. Смотри-ка, сразу вопрос. Ну вот у нас, так сказать, массовая поддержка. Что не так пошло? Условно говоря, все лет Соединенные Штаты ходили вот туда-сюда массово бузили, да. Что у них там происходило, не очень понятно, да, не будем там гадать, я не буду гадать. А у нас это вот не стало, вот никто не становится на одно колено, никто не сочувствует афроамериканцам больше, чем раньше. У нас разный менталитет, ну, проблема негрой. То есть это имеется в виду, то есть это работает на тот сегмент, на который направлено, или это глобально? Инструменты все работают, просто нужно учитывать особенности населения, менталитета и людей, которые живут в определенной стране. Если говорить про Америку, у них, в принципе, нет такого понятия, как история. Потому что, ну, вот у нас есть богатая история, у нас реально там и войны были, там, значит, и великие люди, там, то есть у нас целая культура. Что у них? У них это просто, условно, колония, которая вот развилась, и проблема негроидного населения у них всегда была. И просто сейчас, опять же, она как прыщ, грубо говоря, там, развилась и показала себя. То есть все к этому шло. Но вот интересный момент, который я наблюдаю, опять же, да, в Америке я заметил очень большое количество боевиков, очень большое количество компьютерных игр, где насилие. Сначала я думал, что это плохо влияет на людей, и потому что это, по сути, вызывает желание тоже пойти на улицу что-то сделать. Потом я начал глубоко в это разбираться и понял, что это эффекта предположены абсолютно. И вот в Японии самый большой рынок видеоигр. Да, совершенно верно. Как это работает? То есть у человека, предположим, есть определенная агрессия, которая копится у него в течение дня. Недовольство властью, там, что-то случилось на работе. И у него выбор, куда ему эту агрессию выплеснуть. Либо в жизнь, либо поиграть в компьютерную игру. И когда он делает это с точки зрения компьютерной игры, то это для него инструмент переноса этой всей агрессии куда-то в виртуальный мир. Либо посмотреть боевик, пережить эмоции, которые ему боевик дает, с помощью того, что он ассоциирует себя с главным героем. И получается, он получает те же эмоции, которые бы он получил, если бы он в жизни кого-то побил, ударил или не дай бог застрелил. — Важно при этом, какой главный герой? Условно говоря, вот этот полицейский, который спасает небоскреб? Или это какой-нибудь такой вот успешный злодей, который всех побил? — Конечно, очень важно. Вот если вы сейчас понаблюдаете, просто ради эксперимента откройте, опять же, любые фильмы последних пяти лет, где есть сцены с судом в Америке. Вы заметите, что 90% судей, они почему-то негроидной расы. — Они все черные и очень положительные, да. — Да, то есть получается, что мы имеем в жизни, у них нет такой власти, нет такого пауэра, да, как скажем, да, там влияния на белых людей, но в СМИ, точнее, в кинематографе им это предоставляют. То есть получается, это как бы эффект переноса такой. — Компенсация, наверное. — Компенсация, да. Эффект переноса, компенсация в жизни они не могут до этого получить, а в кино, телевидении они это получают. — И человек, вот этот пришедший, да, разгрузивший помойку, да, условно говоря, приходит, смотрит, видит, как черный судит белого. — Справедливость. — И ему вот это вот как-то вот отпускает молитву. — Да. — Гоним по темам следующий инструмент. — Следующий инструмент — это герой из народа или жертвизм. То есть вот не буду называть имена, но мы все понимаем, о чем идет речь, когда появляется какая-то личность в социуме, которая берет на себя борьбу за что-то и, соответственно, говорит, что вот я стал жертвой обстоятельств, я стал жертвой системы, в которой я нахожусь, давайте бороться вместе со мной против этой системы. Я не берусь сейчас вставать на чью-то сторону, я просто рассказываю инструменты. Этот инструмент, опять же, использовался у Йозефа Геббельса в нацистской Германии, когда у него была задача популяризировать нацист, нацизм, да, вот идеи нацизма. И что он сделал? Он просто взял историю одного человека, который был на митинге. Это был обычный человек. — Песня «Хорст Вессоль»? — Да. — Обычный человек, да, застрелили, ранили, отказался от услуг еврея и умер. — Да, да, и его героизировали. То есть его историю сделали культ из этого. При этом человек случайно попал на этот митинг, что-то там с ним произошло, а это все подали, как будто бы он за идею нацизма умер. — Но это ведь проблема, есть настоящий герой, и это выбор настоящего героя, и там, я не знаю, и создание героев. Никто не умаляет там подвиг людей, которые погибли на, так сказать, у переезда Дубосекова, но 28 — это каноническое какое-то число. Там вот кроме Зои Космодемьянской были еще герои. — Знаете, у меня... — Но у нас вот мы одного, и это вот такая необходимая вещь, по-моему. — Необходимо, да, но при этом это все пропаганда, потому что вот у меня папа занимается изучением истории как раз Великой Отечественной войны, и вот, опять же, не берусь, говорю, что это правда и истина в последней инстанции, но он копал архивы, и очень много накопал интересного даже про ту самую Зою Космодемьянскую, потому что там не все так красиво, как нам подают. — Да, конечно, неуспешные поставленные задачи, что она реально сделала, но умерла и умерла героически, и все. — Опять же, цель какая была этого? То есть чтобы люди, смотря на эти истории, повторяли, чтобы у нас в народе тоже рождались такие герои, такие ситуации. — Неважно, как конкретно произошло с Матросовым, но вот тем не менее при праве таких же... — Ну, это как собирательный образ. Понятно, что не только Матросов совершал такие подвиги, там, ложась телом на автомат, на пулемет, точнее, но это побуждало людей, когда они это читали, к таким действиям. — Хорошо, то есть некий герой, некий пример, некий образец для подражания. Дальше. — Дальше. Синонимичный ряд, очень тоже прикольный такой инструмент, когда нам что-то описывают, и в один ряд ставят, казалось бы, вещи, которые вообще не связаны между собой. Ну, например, там, лесбиянки, феминизм, нацизм, там, еще что-нибудь. — Ну, очень удобно вот это вот. — И все в один ряд. — Все, что ты хочешь обозвать, поставь через запятую, там, фашизм, и все будет становиться. Хотя это абсолютно разные вещи, абсолютно разные идеи, да, там, концепции, и вообще, как бы, если в этом каждом саморазбираться, ну, там, можно утонуть. — Ну да, и те, кто разбираются, выглядят очень неинтересными, скучными, занудными людьми. — Да, и еще интересный момент, который по поводу этих тоже ассоциативного ряда, вот, опять же, в Америке есть такой маркетолог Бернейс, вот, и у него была поставлена задача, популяризировать потребление табака, да, вот, и к нему, значит, пришел такой заказ, и что он сделал? Вот в те времена как раз набирало популярность движение феминизма. Он, значит, взял феминисток, позвал телеканалы, журналистов, и дал задание одной феминистке, чтобы она вышла на трибуну и, значит, зажгла сигарету со словами «давайте зажжем еще один факел независимости женщин». И 10 лет после этого случая треть женщин населения Америки закурила. — То есть они ничего реально не добились, но у них уже был некий символ, а… — Да, это символ, это символика, то есть это ассоциация, то есть тут получается сигарета, это не просто никотин, это ассоциация со свободой. И когда в кино показывали женщину курящую, то мы уже ассоциировали эту женщину с чем-то воинственным, свободным, немножко мускулинным, уверенным в себе, да, то есть карьера, да, это опять же ассоциация же. Вот, еще интересный момент по поводу ассоциации, раз уж мы это начали говорить. Вот тот же самый маркетолог, он популяризировал идею того, что с утра нужно есть яичницу с беконом. Это тоже его фишка, да. — И это стало законом непривожным. — Да, да. Если еще глубже копать, вот есть такая книга американской журналистки «Наоми Клайн», «No Logo» называется, без бренда, она рассказывает про то, как компании продвигались и использовали тоже манипуляции, рекламу в своих активностях. Есть такое пиво, не знаю, можно называть нельзя, «Файникин». Вот, и, значит, что они придумали? В 70-е годы, когда были, значит, движения хиппи и война во Вьетнаме, был такой музыкальный фестиваль «Вудсток». Там сотни тысяч человек собиралось, хиповали, мы слушали музыку, и, соответственно, пиво партнерится с этим фестивалем, и они делают прямую ассоциацию концерта с пивом. То есть, кто пойдет за таким-то конкретным пивом, это, значит, молодежь, но это стандартный рекламный такой ход. Извини, я не знаю, сколько у тебя еще там инструментов, но у нас осталось мало времени, и я хочу возможности этому реально противостоять, кроме такого, знаете, как закрыть глаза и уши, сказать, что все, что мне говорят, это вранье, или, может быть, наоборот, действовать уже от противного. То есть, я увидел демонстрацию, значит, мне врут, я, так сказать, услышал там какое-то перечисление, значит, это все неправда. Какие-то реальные возможности какого-то осознанного потребления информации. — Да, я выписал специально для ваших телезрителей некоторые моменты, которые вам помогут лучше разговариваться. — Лайфхаки, поехали. — Лайфхаки, да. — Первое, нужно получать информацию из различных источников, не доверяйте только одному. Потому что 99% того, что есть сейчас, это чья-то задача. То есть, неважно, плохая, хорошая, это чья-то задача. Это кем-то финансируется. Поэтому, если вы хотите правду, то всегда пытайтесь найти золотую середину и смотрите на какую-то ситуацию, анализируйте из разных углов. — Надо смотреть, условно говоря, вот там, тут упоминалось Украина, обязательно зайти и почитать украинские источники. — Конечно, конечно. То есть, нужно почитать их источники, нужно почитать западные источники, нужно почитать наши источники, пообщаться с местными там, здесь. — А не получается ли это вот та самая, как это называется, про каннибализм ты рассказывал? И вот мы уже имеем две точки зрения. Можно ли есть людей, нельзя есть людей. А до этого мы точно знали, что это есть людей нельзя. А тут мы послушали одних, других, третьих, и это, так сказать, и уже вроде как и нормально. — Ну, тут имеется в виду, что не надо полностью доверять чьей-то точке зрения. То есть, я имею в виду, что лучше послушать разные и потом самому принять решение, какая вам ближе. — Хорошо. Извини, что я гоню. Да, дальше. — Дальше. Подумать, чьи интересы представляет данный источник. То есть, когда вы что-то смотрите, предположим, там новости из Украины, подумать, а чьи интересы представляет данный телеканал. — Извините, сразу вопрос. Надо ли, если я понимаю, что мне эти люди, организации симпатичны, значит, я могу доверять этому. Я буду считать, что вот так вот. — Тут мы подходим к третьему тоже тезису, лайфхаку, что если у вас взыгрывают эмоции при прослушивании определенной информации, либо у вас учащается пульс, либо вам хочется встать, что-то сделать. — Кому-то, да. Втащить. — Втащить, да, там, либо, наоборот, что-то сделать. Это тоже пропаганда. — То есть, уже можно сказать, что если ты не можешь спокойно прочитать или выслушать какой-то текст, то это уже не информация. — Это игра на эмоциях, да, это игра на состояние вашем. Потому что у нас есть три мозга. Есть социальный мозг, который вот критический, хороший, логичный. Есть эмоциональный мозг, я это называю мозг гориллы. Есть мозг рептилии. Мозг гориллы — это как раз эмоции наши. А мозг горилл, рептилии — это мозг, связанный с нашими базовыми инстинктами. Вот, соответственно, если у вас взыгрывают эмоции, то логика, всё, до свидания, она отключается. — То есть, мы в лучшем случае, так сказать, вот это будем защищать этого самого детёныша, а в худшем случае будем, так сказать, спасаться бедом. — Ещё три минуты есть ещё, да? — Также анализируйте всегда, не играют ли с вами с помощью монтажа и склеек. Потому что одну и ту же информацию можно подать совершенно разными методами, просто при правильном монтаже и правильном подаче картинок. — Смотри, ты говоришь, что это довольно в большом количестве усилий, которые надо прикладывать. А может быть, просто вот условно, как это вот это? У меня нет дома телевизора, знаете, это уже такой даже не гордость, а тренд. Да, там, я не смотрю это новости, я не смотрю ничего-ничего-ничего-ничего. И поэтому всё это проходит где-то мимо меня. А вот, может быть, этот путь более эффективный? — Ну, вы же не можете себя полностью, как сказать, в вакууме жить и не потреблять никакой информации? — Буду смотреть котики, кулинарные шоу и спортивные программы. — Ну, вы же телефоном пользуетесь. — Ну, буду там играть, звонить друзьям и смотреть котиков. — Всё равно вы находитесь в определённом информационном поле. Когда вы общаетесь с друзьями, это тоже определённая социальная группа, у которых есть свой выбор, своя политическая какая-то там идея, какие-то мотивы, плюсы-минусы. Вы всё равно, так или иначе, будете иметь дело с информацией. Поэтому единственный вариант — это не полностью ограничить, а повысить себе критическое мышление и образование. — То есть, получается, не диета, а, наоборот, ещё большее потребление, только более разных источников? — Да, при этом аналогов, а не каких-то там копий. Вот мы сегодня до передачи как раз начали говорить о том, что сейчас очень много популярных тем, типа тета-хилинг, там, там, медитации, «Живи здесь сейчас». Я начал сейчас активно изучать зероастеризм, буддизм, там, иудаизм, индуизм, конфуцианство. — Да, и там это уже есть. То есть, две с половиной тысячи лет назад это уже придумали. — Ты хочешь сказать, типа, обращайтесь к источникам, если мы уже говорим? — Да, именно, обращайтесь к источникам. — А как же, нет, мы тут же на последнюю минуту уходим вообще от темы разговора. А как же я разработал собственную методику йоги, да, которая там была 3000 года лет назад, а вот человек, я позанимался, я вам даю удобный вариант. — Несколько тысяч лет назад уже всё придумали, великие греки уже это всё пообсуждали на своих там банях. — Читайте Платона. — Платона, да, пожалуйста, там вот куча философов, которые об этом уже задумывались несколько тысяч лет назад. Там Ницше, Платон, там, не знаю, там, ну, вот все они, вы их знаете, там, из начальной школы, там, или там, из университета, там, факультет философии, там, просто возьмите, почитайте. — И знаешь, такой последний вопрос, ну, ты вот серьёзно сейчас говоришь, что вот это, возьмите, почитайте Ницше, возьмите, почитайте Платона. Я читал Платона, это большая работа, это тяжело, я немного смог освоить. — Зато вот в труде Платона государства, если не ошибаюсь, он написал, там все основы, которые, по сути, сейчас используются. Просто если вы ленивый, конечно, решат за вас, что вам читать и что потреблять, потому что вам, почему сейчас популярен ТикТок или там что-то там на социальной сети? — Вообще ничего не надо делать. — Ничего не надо делать, да, в простом формате вам на блюдечке преподнесли уже изжёванное, там, приперченное, да, чтобы вы просто это потребили. Это как готовые продукты, которые не требуют ваших ум каких-то там действий. — А оно нужно, вот эти действия? Зачем они нужны, эти усилия? — Потому что если вы сами не будете думать, за вас подумают. — И что? И сделают хорошо, например. Маркетологи за меня думают и придумают всякие прикольные штуки. — Ну, если вам окей, что за вас решают, за вас думают, а вы как в фильме «Матрица» просто подключаетесь к проводу и потребляете. — Ой, пошёл через запятую вот это перечислять. — На самом деле фильм «Матрица» очень тоже умный, там вот если разобраться, там три части, и там очень глубокие смыслы зашиты. — Да вот в том-то и дело, что везде какие-то смыслы. Спасибо большое, спасибо за разговор. Макс Белоусов, специалист по маркетингу и психологии клиента, манипулировал сейчас нами, но в хорошем смысле этого слова. Спасибо. — Спасибо.